Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре вторник, 28 марта. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Официальная хроника. Дни Карачаева-Черкесии открываются сегодня во французском Страсбурге в рамках 32-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В городе уже установили стенды с информацией о Кавказской республике, подготовили выставку народного творчества и национальных блюд, а также проведут праздничные выступления, приуроченные к 25-летию республики. Нашу делегацию возглавляет руководитель региона Рашид Тимрезов. Распоряжением президента России он был включен в состав делегации страны в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Тимрезов выступит с докладом, в котором презентует экономический, научный и туристический потенциалы республики и расскажет о многообразии национальных культур народов Карачаева-Черкесии. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатов провел селекторное совещание с руководителями 85 региональных органов управления АПК по вопросу реализации механизма льготного кредитования и доведения средств сельхозтоваропроизводителям. Отмечено, что в настоящее время в Минсельхоз страны поступили заявки от малых форм хозяйствования на общую сумму более 24 млрд. рублей, из которых одобрены кредиты на сумму более чем 18 млрд. Представители федерального ведомства привели в пример Карачаева-Черкесию как регион, своевременно начавший процедуру доведения госсредств до агрария, отметив, что наша республика – единственная в СКФО, где процедура уже началась. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с председателем Юго-Западного банка Сбербанка России Евгением Титовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия республики с банком с учетом тех договоренностей, которые достигнуты на недавней встрече главы республики с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Прежде всего, это участие банка в значимых инвестиционных проектах, в том числе и тех, которые уже активно реализуются на территории республики. Среди них Евгений Викторович особо выделил проект «Архиз», который в качестве положительного примера развития туристической отрасли в стране привел пример министр России Дмитрий Медведев. Еще одна немаловажная область для сотрудничества, о которой шла речь в ходе встречи – реализация программ банка по поддержке малого и среднего бизнеса. Договорились, что Сбербанк будет последовательно расширять спектр банковских услуг для населения и представителей бизнеса. В Усджигуте глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел выездное заседание антитеррористической комиссии в республике. Руководитель региона отметил, что по данным Национального антитеррористического комитета, в результате реализации межведомственных мер число совершенных преступлений террористической направленности на территории Северного Кавказа в 2016 году сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом. Тем не менее, представителями международных террористических организаций и их пособниками продолжается использование возможностей сети интернет для пропаганды идеологии экстремизма, в связи с чем сохраняется угроза ведения вербовочной деятельности, в первую очередь среди молодежи, сказал Рашид Тимрезов. Глава республики также представил присутствующим нового члена комиссии начальника пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесии Юрия Кудрявцева. Глава республики Рашид Тимрезов Премьер-министр Республики Аслан Озов провел заседание межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу, которая была образована в том числе и социально-демографическую обстановку, а также могут способствовать росту преступности, в том числе террористической и экстремистской направленности. Участники заседания обсудили результаты работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядков Карачаева-Черкесии в прошлом году и меры по повышению ее эффективности в текущем. Премьер-министр Республики Аслан Озов провел заседание межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу, которая была образована в рамках реализации поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева по улучшению платежной дисциплины в сфере ТЭК. Несмотря на то, что в целом ситуация с платежами в топливно-энергетическом комплексе Карачаева-Черкесии стабильная, проблема расчетов за долги, запотребленный газ и электроэнергию по-прежнему остается актуальной. По итогам совещания принят ряд конкретных решений по погашению просроченной задолженности потребителей электроэнергии и природного газа. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. К другим темам. Во Дворце культуры Черкесск остался вечер памяти, приуроченный к 85-летию со дня рождения видного государственного и политического деятеля первого главы Карачаева-Черкесской республики Владимира Исламовича Хубиева. В фойе Дома культуры разместились творческая и документальная выставки, подготовленные управлением архива в республике, на которой были представлены фотографии, публикации в газетах и книгах о профессиональном и жизненном пути Владимира Исламовича. В Карачаева-Черкесии стартует сезон традиционных весенних ярмарок, которые пройдут во всех городах и районах республики. Первая и главная ярмарка пройдет уже 8 апреля на центральной площади Черкеска, где жители и гости республики смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, продукцию мясопереработки, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена, посадочный материал и многое другое. Жителям Карачаева-Черкесии стали доступны новые сервисы получения услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи заявления на регистрацию прав и государственный кадастровый учет. Все эти и другие услуги теперь можно получить на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастровый учет и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости. В Карачаево-Черкесии продолжается независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Своё мнение пациенты могут высказать на сайте Министерства здравоохранения республики, а также попросив анкету на бумажном носителе в регистратуре любого учреждения. Языки народов Карачаева-Черкесии, в том числе Ногайский, Абазинский, Карачаева-Балкарский и Адыгейский, будут доступны для изучения в рамках уникального интернет-проекта Первой онлайн-школ национальных языков России. На сегодняшний день на интернет-портале запущены онлайн-курсы для изучения Ногайского, Чеченского, Аварского, Доргинского, Кумыкского, Лизгинского, Лакского и Ингушского языков. Планируется разработать и запустить онлайн-курсы для обучения Карачаево-Балкарскому, Абазинскому, Адыгейскому и Осетинскому языкам. Позже запустят курсы по изучению финно-угорских языков и языков народов стран Закавказья. Педагогами, которые дистанционно преподают ученикам национальные языки, являются лучшие учителя родных языков, филологи и лингвисты с большим стажем и высоким уровнем подготовки. Их профессионализм неоднократно был признан на всероссийском уровне. Каждый педагог самостоятельно определяет методики преподавания. Объем курса предполагает 8 уроков по 100 минут, которые проводятся посредством сети интернет-выходные дни. 25 марта, в последнюю поминальную субботу Великого Поста, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил божественную литургию и возглавил панихиду в Георгиевском храме, расположенном на Центральном городском кладбище Черкеска. Карачаево, Черкесия. Новости из правоохранительных органов. Черкесский городской суд вынес приговор в отношении Аделана Бицоева, который обвиняется сразу по нескольким статьям. Незаконным сбытом наркотических средств совершенным группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере. «Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере и покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в совершенном организованной группе в крупном размере». Весов, находясь на территории Москвы с использованием средств электронных и информационно-коммуникационных сетей, сбывал жителям Черкесска различные наркотические средства. В декабре 2015 года он создал и возглавил организованную группу, планировавшую осуществлять реализацию наркотических средств и психотропных веществ на территории Карачао-Черкесии. Суд признал Бицойва виновным в совершении вменяемых преступлений и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Новости культуры и спорта. На базе Дворца детско-юношеского творчества имени Гагарина Черкеска прошел городской этап всероссийского конкурса «Чтецов. Живая классика». В этом году в мероприятии приняли участие около 50 учащихся 6-10 классов общеобразовательных учреждений города. По единогласному решению жюри лучшим признано выступление учащейся гимназии номер 16 Полины Юсенко с произведением «Письмо 15-летней девочки». Второе место разделили между собой воспитанницы гимназии номер 17 Элла Карданова и учащиеся лицея номер 15 Алина Мухамбетова. На третье место вышли учащиеся гимназии номер 16 Анжелина Пазова и Светлана Агачева, а также учащиеся гимназии номер 9 Тамара Картамышева. В Турции прошел чемпионат мира по грэплингу, в котором приняли участие 500 спортсменов из 15 стран мира. Представитель Карачаева-Черкесии Рустам Кемрюга в своей весовой категории завоевал золотую медаль состязаний. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол Черкеска» состался республиканский этап всероссийских соревнований по футболу среди участников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». По итогам состязаний золотые медали остались за воспитанниками республиканской школы-интернат имени Латоковой. Серебряная медаль досталась воспитанникам республиканского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А на третьем месте почетная пьедестала представители специальной коррекционной общеобразовательной школы-интернат первого вида. 22 апреля текущего года Карачаево-Черкесия присоединится к международной акции «Тест на знание истории Великой Отечественной войны», которая пройдет по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе России. По предварительным данным, в мероприятии примут участие порядка 100 тысяч человек. В тесте будет содержаться 30 заданий на русском, английском, китайском, французском, немецком и японском языках. На их выполнение будет отведено 30 минут. Пройти тестирование можно будет как на специальных площадках, так и в сети интернет. Площадки в Карачаево-Черкесии определят до 15 апреля текущего года. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра. Сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах слабый дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду при порывах до 18 метров. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. В горах минус 1, плюс 6 и слабая лавина опасность. В Черкесии без осадков ветер северо-западный 5-10 метров в секунду при порывах до 17 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 11 градусов выше нуля. На этом вести Карачаево-Черкесии завершены. Я ведущая выпуска Рита Нерова прощаюсь с вами. Пусть этот вторник станет для каждого поистине добрым. Продолжение следует...